Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Давайте начнем с того, чем занимается врач-эпидемиолог в целом. И как изменилась ваша работа в течение последнего очень напряженного года. Слушай, как я врач-эпидемиолог Кустановской районной больницы. Годы своей работы у нас функциональная обязанность специальная. Согласно по плану работаем. Во-первых, в обязанность моя входит инфекционный контроль. Это заболеваемость и инфекция, связанность с оказанием медицинской помощи. Раньше он назывался внутрибольничной инфекцией. Теперь он, тем более, еще госпитальной инфекцией называется. Которой проявляется инфекционное заболевание в стенах больничных, лечебных учреждениях, которые связаны с пациентами. Обычно, когда поступает, может быть, в своем инкубационном периоде может поступать. А если действительно эта заболеваемость связана с оказанием медицинской помощи, любая помощь, амбулаторная, поликлиническая помощь, или стационарная помощь, или родоспоможение, или хирургические службы, все эти инфекционные заболеваемости мы расследуем. Нашими специальными нормативными документами мы обычно расследуем все инфекционные заболеваемости. В моем функциональном объявлении входит этот первый случай, обычно раньше этот самый, после трех случаев, которые входят в родоспоможениях, в хирургических центрах, которые в послеоперационном периоде, в послеродовые деятельности. Если в операционном периоде, если родовые деятельности у нас, кейсеровое сечение, проходят плановые, которые по показаниям этих больных, потом в стационарную помощь, в основном, в это число входят все заболеваемости, которые инфекционные, кишечная инфекция входит, воздушно-капельная инфекция, грипп в том числе, и другие инфекционные заболевания, которые их много назвать. На сегодняшний день все это самое, и другими профилактическими работами, также по привычным делам я занимаюсь иммунизацией населения, которые помогают совместно с педагогической службой и терапевтической. Терапевтической службой – это взрослые населения, которые мы пребываем против дифтерии, против столбняка, экстренной профилактики, которые при оказании помощи. Потом еще в детстве, сколько мы детей прививаем, более 14 инфекций, которые прививаются, тоже план составляется на конце года. Это в ноябре, в октябре месяце, на следующий год. Например, мы в прошлом году за 21-й и за 20-й этот план годовой составляем, и их зависимость от переписы населения детей по населенным пунктам. В наших населенных пунктах, вот в Кустанайском районе, 51 населенные пункты. Один из врачей на амбулатории есть, 29 медицинских пунктов, и 6 фельдшерско-акуршерских пунктов у нас на сегодняшний день работают в нашем районе. Во всех 11-х врачей на амбулаториях у нас с врачами укомплектованы. Остальных у нас фельдшера и медицинские сестры работают на местах. Если на сегодняшний день взять такую ситуацию, которой мир занимается, и Казахстан, и наши соседи, Россия и другие страны. И точно так же нас тоже повлек с апреля месяца прошлого года, с 2020 года. Началось это заболевание коронавирусом. Вошло в нашу обычную жизнь, можно сказать. Изменило уплату? Да, изменило. Это мы раньше из воздушной капельной инфекции, которые грипп и ОРВИ, это острые респираторные заболевания, он эпидсезон. Во время с октября по март, иногда по апрель месяц, он эпидсезон каждый. Мы его всегда прогнозируем, мониторинг делается специальный. С первого октября делается еженедельно, потом с декабря ежедневно. Это делаем, анализируем это заболевание с каждого случая. На грипп мы всегда лабораторные обследования делаем, которые, это не исключающим диагнозом, который к нам приходит терапевтическая служба, обращаются все пациенты, которые, ну, у кого есть, мы специальные обследования, тоже точно так же мазок берем носоглоткой и отправляем. И у кого, ну, ежегодно мы 100-150 пациентов обследуем на грипп. Но, однако, до 11 случаев иногда грипп выделялась, этот самый. Или до 5, до 11 случаев. И последние, это 19-20 год и вот 20-21 год, вообще по эпидсезону, по гриппу ОРВ стабильны. Особо роста заболеваемости, как те годы, нет. Но, однако, вот раз уже с марта месяца, 20-го года началась эта заболеваемость, он у нас вообще предвестник был 19-го года, с ноября, с декабря месяца уже. Но, сами знаете, Китайская Народная Республика уже началась эта заболеваемость. После этого, ну, уже нам тоже извещали о том, что эта заболеваемость, этот самый, возможно, этот самый массовый характер. Тем более, он как асоопасный инфекцию относится. Это инфекция, коронавирусная инфекция. Хотя он воздушно-капельный, мы к грипп не относим ежегодно. Но здесь то, что он массовый, этот самый, поражение населения, ну, заражение населения идет. Тем более, воздушно-капельным путем, этот самый, потом при разговоре, при чихании, ну, этот, все специалисты населения. Да, пути передачи есть, и, возможно, контактный путь передачи, это самый, поэтому при этой инфекции три способа есть, которые мы на сегодняшний день все изучили, я думаю, на 100%. Дистанционные расстояния социальные, которые 1,5-2 метра, потом масочный режим, первую очередь, второй дистанционный, третий сразу мытью рук, обработка. При каждой, это самый, человек, когда домой приходит, или с улицы, или на работу, сразу мытью рук обязательно, жидким мылом, антисептическим. Если, которые работают в лечебных учреждениях, специальные антисептические хирургические средства есть, которые мы пользуемся во всех. Специальные они стоят, этот, стандартные у нас во всех антисептические средства мы обеспечены на сегодняшний день, и пользуемся, это сам, при случае обращения, ну, со всеми, когда контактируются, какие-то двери открываем, или где-то заходим, даже во всех, этот самый, объектах везде они были, даже и дисковрики уже использовали, но однако на сегодняшний день 67-м постановлением, которое последнее вышло, она уже в многих объектах, это дисковрика отмена, но это три способа и методы, которые, это профилактически остаются. Это масочный режим, повторяюсь еще раз, и дистанционное соблюдение дистанции социальной, и третий – мытье рук. Обязательно это остается на сегодняшнем карантинном мероприятии, хотя ослабление идет в нашей области, в районе, и даже по Казахстану, но эти мероприятия остаются. И одновременно теперь хочу перейти на вакцинацию. Но сейчас мы уже работаем с апреля месяца, с прошлого года, это начало пандемии, значит, в области, ну, Казахстану объявлено, и карантинные меры и мероприятия одновременно усилились практически до января, до февраля месяца этого года, практически около года. Этот последний, вот, с мая, могу сказать, этот самый, или в конце апреля уже есть одновременно, ну, затишье, однако... Расслабляться не стоит. Да, расслабляться. Ну, две у нас столицы, можем назвать, первая столица – Нурсултана, вторая – Алмата, у них до сих пор заболеваемость есть. Ну, в других еще регионах, от Ураусской области, которые вы, ну, информационные, это, ну, телевидение, вы уже ежедневно этого, ну, освещаетесь в этом случае информации полностью, ну, все население и другие, этот самый, регионах, везде она. Ежедневно дается у нас по коронавирусу информация, точно так же по нашей области. Вот последний нашим, если по нашему району Костанайска, если говорить, этот самый, с начала пандемии зарегистрировано 731 случаев, этот, с начала пандемии по, вот, на 11 число, на 11 июня. А этот, общий, этот, за этот год 361 случаев из них за этот год. Теперь, если летальный исход, это, этот самый, умерли 14 человек с начала пандемии, а за этот год, за этот пять, ну, вот, шестой месяц два человека. Ну, это самое, ну, смертельный исход, два случая. Теперь у нас еще на сегодняшний день из них, вот, этот, последний, 9-10 могу, этот самый, июня, ни одного случая по нашему району не зарегистрировано. Ну, остается такое же прежнее число. Теперь, январе, это самое было, январе всего было, этот самый, 156 случаев. Я хочу о том, что снижение заболеваемости. В феврале 97 случаев, в марте 39 случаев, это в апреле 38, в мае 38, а за июнь месяц 8 случаев по нашему району. На сегодняшний день, вот, это 361 случаев. В основном у нас регистрируется Табол город, Заречный, потом некоторые поселки, это, есть Ульяновка, вот, Белозерско-сельский округ, такие случаи, это Мичурини, есть такой, ну, большой населенный пункт, который более 3000 населения проживает. В этих регионах чуть-чуть есть, но остальных по одному, по два случая. Ну, по сей день есть, ну, такие случаи коронавирусной инфекции, которые регистрируются. Они все подтверждены, это самый лабораторный ПЦР-тестер. Теперь ПЦР-тест, то есть, приходят, у нас тоже, согласно постановлениям главного государства санитарного врача, специальные листы, это листы профилактической цели и предпоказаниями обследуются. В основном, ну, это обследование проходит, они, это самое, ну, в основном бесплатной основе. Ну, есть желающие, которые выезда за границу, свои командировочные, они на платной основе. Мы работаем на сегодняшний день лабораторией СПИД-центром, работаем лабораторией, потом центре экспертизы, работаем лабораторией, которая, это самое, при департаменте санэпидконтроля. Потом работаем, еще Олимпом работали, но тоже, это самое, на платной основе. Потом работаем еще Казлов-сервизом, который тоже последний, уже четвертый или пятый год, который работает точно так же с этим лабораторией. Три лаборатории работаем мы. ежедневно примерно от 40 до 6 пациентов обследуем, на зависимости по показаниям, кто-то на госпитализацию, кто-то по заболеваемости, который по не исключающим диагнозам коронавирусной инфекцией это называется, или который обращается при воспалительных заболеваниях в верхнодыхательном пути. И другими, которые по показаниям, беременные женщины, которые госпитализации, потом экстренные, у нас экстренные случаи, все госпитализируются, но на месте при госпитализации их сразу обследуем, если у них нет. Но сегодня уже изменилось, которая уже идет вакцинация. По вакцинации раз будем говорить, кто вакцинирован двумя уже компонентами, это обе компоненты получили. Хоть какой вакцины, спутник ВИ или Хаят ВАК, который Арабский Эмират производитель. Потом еще КАЗВАК, которые наши отечественные препараты. Все они, если двумя препаратами привитые, их тоже идет без ПЦР-теста на госпитализацию. Это будет и выезда. Им это приоритет считается на сегодняшний день. Тем более паспорт, электронный паспорт сейчас на вакцинацию выдается всем привитыми, которые двумя уже получили прививками. Если остановиться, как о ходе вакцинации на сегодняшний день, как у нас в районе идет. У нас организовано в районе 16 прививочных пунктов. Из них 11 врачебных амбулаториях. Это 4 в нашем районной больнице находятся. Это по 2 кабинета первого компонента на второй компонент. Потом один еще организован у нас Астана спорткомплексе, в центре Заттаболовки. Тоже мы организовывали, работали с ними, когда массовое у нас население идет. Мы 8-9 числах мая в этом Астана. Но он тоже организован, там все подготовлено, как нужно. Эти кабинеты нам необходимы. Это самое нам. Они выделили, навстречу пошли. Это спорткомплекс. Мы у них тоже работаем. На сегодняшний день у нас этот самый... Если о вакцинации говорить... Вот наши зрители интересуются, чем отличаются вот эти вакцины, которые вы перечислили. Как выбрать свою и что лучше может быть? Да. На сегодняшний день, если взять вакцины, они друг другу не уступают, эти вакцины. Хотя мы говорим, больше предпочтения отдаем спутник ВИ. Но это самое производство российской вакцины, которая газ, кам, ковак, вакцинации. Это белковая основа антигена. Ну, там вирус посаженный, так если... Ну, в народе, если сказать, SARS-2. Это сам вирус. А эти две вакцины инактивированы. У нас все вакцины основном относятся... Это самое... Две вакцины есть у нас живые. Ну, мы, которые дети. И неживые вакцины. Неживым вакцинам относятся вот хаят-вакцина. Это хаят-вак, который арабский эмиратом, производителем. Потом еще этот самый Казвак, наша отечественная вакцина. А этот спутник ВИ, это белковая основа этой вакцины. Но я, в моем личном мнении, как врача и эпидемиолога, они друг другу не уступают этой вакцины. Во всех вакцинациях не менее 95% дают этот самый... иммунную прослойку. У человека, когда антитела вырабатываются, это же антиген мы вводим же, чужеродный белок вводим в организм. И после введения определенным интервалом срока, первая вакцинация, после второй вакцинации уже закрепляется и вырабатывается у человека. Для чего мы проводим эту вакцинацию? Проводим для снижения заболеваемости. Он не ликвидирует этот коронавирусную инфекцию. Мы стабилизируем наш, который на сегодняшний день, это проблема коронавирусной инфекции. Стабилизацию. И снижение среди населения коронавирусной инфекции. И так, я, которое сейчас вам указывала, это по месяцам у нас снижение заболеваемости по случаю. Поэтому вакцинация начала с февраля месяца. Компания вакцинации по всему Казахстану. И в нашем районе тоже одновременно. По мере поступления, первый раз говорили, когда первая вакцинация, специальная методическая рекомендация была, постановлением главного государства санитарного врача, это самоутверженные методические рекомендации было. Там специальные методические рекомендации освещены, как нам все это, что за вакцина. Первым мы работали же везде, спутник ВИИ-вакцины же. Это сами знаете, то, что российские вакцины. И это российские вакцины. И по мере поступления, эта вакцина вообще очень щепетильная вакцина. Не то, что считаю, то, что он находится, должен хранение его, особое отношение требует хранения. Тем более морозильные камеры. Мы на сегодняшний день обеспечены пяти морозильными камерами, рефрижераторами, двумя, это переносными рефрижераторами, двумя сумками. Мы обеспечены специально, это самое, переносное, это считается холодильное оборудование. Тоже у нас, это самое, есть два оборудования такой, которые мы выездной бригадой. Я же не говорила, еще у нас выездные бригады, две организованные. Это самое, привычные бригады, которые мы выезжаем на местах. Потому что спутник ВИИ требует особое отношение при хранении. Тем более, минус ниже 18 градусов его хранить надо. Обычно при хранении 25 градусов минус должен быть. Поэтому, тем более, он требует размораживания, определенное, от пяти до семи минут. Ну, иногда до пяти минут, в зависимости от самой. Тем более, вакцина требует очень щепетильность, тряхивать его нельзя. При определенной, на месте, когда мы привычные кабинеты, его специально хладоэлементы, потом после этого сразу берем на стол, ставим привычные кабинеты. Тем более, он пятидозный, вакцина. Была одновременно однодозная среди них, но сейчас все время поступает пятидозный. Тем более, на пять человек. Мы должны сперва узнать, перед прививкой у нас, у терапевта все обращаются, терапевту. Специальный кабинет выделен, терапевта у нас на втором этаже, специально мы выделили крыло для этого. В нашей больнице у нас находятся врачи, они работают по графику. С восьми до восьми вечера мы работаем, без прерыва. И субботу, воскресенье работаем. И выездные бригады точно так же, если нет необходимости в выездных бригадах, потому что спутник ВИД требует особое отношение по хранению. И поэтому после прививки к добровольной основе проводится, информированное согласие. Берет терапевт, обращается, заносится к мисс специальной. Есть модуль вакцинации, уже введен по программе по Казахстану. Там сразу выносится фамилия, имя, отчество, иным, телефон, номер этого прививаемого. И пишется, сразу заносится этот компьютер. У нас регистратор сидит, опрашивает. У терапевта сприва термометрию, проверяет артериальное давление у прививаемого. Потом сатурация, это дыхание. Потом опрос ведет, ну, больной, как вы чувствуете. Потому что если какой-то кашель у него, если, ну, состояние какое-то, недомогание есть, должны метод отвод оформлять определенное на время. Но это врач, терапевт решает это все. После, если нет показания, это противопоказание допускается к прививке. Вот еще хочу сказать про противопоказания. Да, кому нельзя делать. Да, кому нельзя. Первый, вообще, беременность у женщины, если женщина. Потом, во время этой самой лактации, ну, грудное скармливание, которое женщина находит, тоже не прививается. Потом до 18 лет, это строго, до 18 лет не прививается. Это, ну, подростки, так будем говорить, дети до 18 лет, старше 18 лет уже привык к подлежит. Потом еще аллергическими заболеваниями, которые стоят на учете, в зависимости от своего заболевания. Потом на фоне гормональных препаратов, которые находятся, ну, больные, прививаемые, они же не больными приходят, нам на прививку приходят. Поэтому будем считать их пациентами, на прививку, которые пришли. Это строго-настрого. Потом, которые переболели, коронавирусная инфекция, КВИ будем, до 6 месяцев зависимость. Потом, кто находится на контакте, который коронавирусная инфекция, они тоже, это самое, не подлежат определенной до 14 дней, но еще и в зависимости от врача, насколько они этот самый метод вот дадут. Потом, теперь на прививку еще к хроническим заболеваниям, на фоне обострения тоже не подлежат. Все вот сердечные, сосудистые заболевания, диабетом, который стоит первый, второй, ну, типа, эти при обострении, фазы ремиссии их можно прививать. Потом, верхнодыхательным путем, желудочно-кишечными заболеваниями, со всеми этими заболеваниями, которые хроническими, мы их считаем до учет, это самое, хроническое заболевание, до учет, такое у нас группа есть, и вот в них, этот, они все прививаются, но с вниманием врача только, ну, с согласием, все это на фоне, это самое, ремиссии, когда у них обострения нету, они подлежат прививку. Прививичный кабинет, прививичный мистера, все, соответственно, она одетая, все это, ну, оснащена, все прививичные, тем более, обработка рук, все, перчатки, все находится, это самое, единственное, вакцинация проводится, ведется внутримышечно строго, верхняя дельтовидная мышца плеча, левого плеча, сами видели, место это обрабатывается, потом прививку делается, этот 0,5 доза, это сам шприцом, ну, они все, эта техника понятна, после прививки 30 минут должен в комнате наблюдения находиться, специальная медсестра, наблюдатель у нас находится, медсестра обязательно сидит, и там находится она, и одновременно, после 30 минут опрашивается, какое состояние, потом, когда еще это прививание, мы даем информацию, даем, что за прививка, некоторые просят показать нам инструкцию, даже показываем инструкцию, какому это самое, какая прививка, сейчас уже желающих спутник ВИ, КАЗВАК, ХАЯТ, поэтому уже раньше, первое время у нас только спутник ВИ был, поэтому, а сейчас, по желанию тоже есть, но на все это вакцины, на три вакцины, тоже по желанию тоже прививаем, после, раз инактивная вакцина, первые три дня он наблюдается, ну, он или она, в зависимости, кто она, ну, привитые, после этого, раз уже мы взяли телефон, у нас к миссии занесен, в программе, модуль вакцинации, и созваниваемся сразу на следующий день, первый день, это самое, как состояние, температура есть или нет, ну, в каком состоянии находится, и все это самое время, три дня наблюдаем, после трех дней наблюдение снимается, но, однако, некоторые сами созваниваются, но врач участковый и со своими сестрой находится, это привитой, под наблюдением нашим. Если вдруг поднялась температура, нельзя паниковать, да? Да, да, нужно понимать Ну, созваниваются они телефоном, ну, вот сейчас буду говорить о том, что, если вот у нас специальные, это самое, препараты есть, жаропонижающие, потом, это обезболивающие, ну, основном, наши, этот самый, доктора, будем говорить, назначают, этот самый, парацетамол, ну, первый, этот самый день, ну, скажут, там, зависит от температуры, если более 38, или, это самое, до 39 градусов, конечно, это самое возможное, но, однако, у нас, у нас сегодняшний день побочных эффектов от вакцинации практически не зарегистрировано в нашем районе, ну, по всей области особо такой случай мы не слышали, поэтому, я думаю, благополучно идет эта вакцинация. Теперь, после этого, еще, теперь на второй прививку говорим, второй компонент, сегодня изменилось, это первый 21 день, было, когда спутника, теперь до 45 дней и до 12 дней, это о том, что, этот самый, которые, ну, производители вакцин, которые на местах, они, этот самый, разрешили о том, что, ну, считали еще нужным, изучали, может быть, в дальнейшем, ну, этот самый, о ходе вакцин, какие еще есть, этот самый, ну, эффекты, поэтому, они считают до 45 дней, на 45-й день привитки, первый был 21 день привитки, теперь 45 дней и интервалом до 90 дней разрешается, это тоже постановление вышло, 23-й, последний, это самое, и 17-е постановление указаны эти, это самое, разрешение о том, что главного государственного санитарного врача Республика Казахстан, с этим мы работаем, но еще там написано, по желанию, если человек хочет на 21 день, не 45-й день, заявление пишет, на имя главного врача, и по заявлению мы, это самое, прививаем на 21 день, считаем ему, говорим, такое число прийти, у них, это самое, сразу, смс-ка приходит, в телефоне, ну, даже, о прививке уже данные, многие говорят о том, что это самое, поступает у них, вот многие у нас привиты, уже двумя компонентами, уже получили свои паспорта, ЕГОФИ, ну, в самой программе, и саму модуль вакцинации уже взяли. У нас 2 минуты до конца эфира, вот куда можно позвонить, чтобы узнать, или получить более обширную информацию, может быть, вам можно прийти в больницу, да, и как-то вы объясните, некоторые, может быть, боятся, да, прививаться, остается много вопросов, в интернете мало ли чего там напишут, а хочется узнать мнение специалистов. Средства информации, средства массовой информации, вообще, многие, нежелательных, этот самый, ну, информации, но это нежелательная информация, я считаю, раз, наши экспорты, российские, и зарубежные, о том, что, кроме вакцинации, на сегодняшний день, я вот населению хочу сказать, уважаемые, эти самые, слушатели, нет, это самое, средства, это специфическая профилактика считается, любое инфекционное заболевание, которое прививается, на сегодняшний день, вообще, который мы, скоро, даже календарь прививок, он должен выходить, это самое, теперь, после вакцинации, выработки, это самое, для выработки иммунитета, вот, антитела, поэтому, это самое, удлинили, вот этот интервал, до 90 дней, ну, кто желает, я же уже говорила, на 21 день прививается, и другими, этот, ну, так, поэтому, Кустанайская районная больница, просит вас, всех на прививку, приглашаем, ваше здоровье, в ваших руках, спасибо за внимание, вам большое спасибо, что сегодня уделили свое ценное время, нам, ответили на важный вопрос, удачи в работе, до новых встреч, на сегодня это все, это была передача Мунтир на телеканале Кустанай, до встречи в эфире, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,